Приветствую вас. Смотрите, во-первых, есть ряд факторов, на которые вам нужно обратить свое внимание. Ряд факторов. Первый фактор. Что вас связывает с человеком? Ну вот, с мужчиной, с парнем. Что между вами общего, грубо говоря? Это первое. Почему в ваших отношениях фотографии других девушек являются таким вот достаточно важным моментом? Моментом настолько важным, что это влияет на ваши отношения. То есть, более важного ничего нет. Для вас. У вас. Это такой момент. Следующий момент. Вы говорите, что вам неприятно. Ну, вы говорите, что вам неприятно. И вопрос здесь такой. Что именно вам неприятно? Что конкретно вы чувствуете? Да, и так далее. Как вас это вызывает? Ревнуете ли вы? Боитесь, не боитесь чего-то, хотя вы чувствуете одно и то же. Может быть, может быть, есть еще какие-то моменты, на которые вам нужно обратить внимание. То есть, тут все достаточно не очевидно. Следующее. Вы считаете, что это предательство. И я бы хотел рассмотреть, что вы понимаете под предательством. И хотел бы обратить ваше внимание, наверное, наверное, на то, что очень часто, очень часто предательство связано с тем, что у людей есть несколько вот необраданные такие ожидания от другого человека, которым, ну вот, в отношениях находятся. И, соответственно, когда человек эти ожидания не оправдывает, то начинаются некие такие вот трудности и проблемы. Но по факту получается, что ответственность за свои ожидания вы перекладываете на другого человека, то есть на вашего парня. и это, в общем-то, может являться такой, ну, проблемой, потому что сложно быть в отношениях с счастливым партнером, когда есть ожидания, да еще и такие, которые мне обрадуют. То есть здесь в первую очередь нужно понять, чего вы хотите сами и насколько оправданным являются ваши ожидания. насколько ваши ожидания адекватны тому, какой у вас мужчина. То есть может ли ваш мужчина реально без ущерба для суда, без какого-то негатива, вот, дать вам то, что вы хотите. Мне кажется, пока, пока что, что нет, не может, но могу ошибаться. Следующий важный момент, момент, который я хочу обратить ваше внимание, это момент, собственно, предательства самого по себе, то есть когда человек непосредственно предает. И здесь очень важно дифференцировать, кого мы считаем предателем. вопрос, вот, кто человек, которого мы считаем предателем. Вот, потому что если человек сажалеет, например, о своем поступке, который он совершил, если человек раскаивается в том, что сделал, то это один момент, это одна история, если человек раскаивается. но если человек, условно говоря, уверен в своих действиях, если человек уверен в том, что он делает, если человек не сажалеет о своих поступках, например, то можно ли такого человека считать предателем? на самом деле. этот человек по-английски? он не делает, потому что в таком случае человек не предательство, что он просто в видящих шапоке. он просто в видящихся對不對, как ему этот свойстверк? Хочется и ему, в принципе, желается, и вряд ли с этим можно что-то сделать. Вряд ли можно на это повлиять, но достаточно серьезно. Вот, потому что человек хочет поступать определенным образом, он будет так себя вести, и этого, скорее всего, не исправить, опять же. Потому что у человека есть своя позиция, которую он, вероятнее всего, менять не собирается. Ну, как или иначе, это приводит нас к тому, что вы пофига на его выбор, поведение, облекаете себя действительно настраданно. Ну, вот, какого рода это страдания, и страдания ли это связаны непосредственно с страданиями, или это вследствие ваших трудностей. Это большой вопрос. И соответственная задача решить. Для себя принимаете ли вы человек, мужчину, его парня, таким, какой он есть, или нет? Я не думаю, что кто-то вас будет обвинять в том, что вы его не приняли. И я не думал, что это что-то дурное, что вы человека не приняли. Но вам нужно для себя этот момент решить. Вот. Решить, потому что в противном случае вы нехило так рискуете быть несчастным в отношениях. В том, что он не сделал так, как вам хотел. Да, на мой взгляд, человек либо хочет, либо не хочет делать то, что вы от него ждете. Это его выбор, но не обязан. У меня же вот сложилось впечатление, что вы именно ждете от человека каких-то действий. Тем самым перекладывая на него ответственность как бы за свои вот, ну, за свои желания, да, и тем самым, что вы не знаете, что вы уже не встали. Продукцируя у себя такое вот ощущение неудовлетворенности, которое по итогу вы и чувствуете. Очень, кстати, жадно, что вы подобное ощущаете, крайне вот, не хотелось бы, чтобы кто-либо из вы подобное ощущал, потому что это всегда очень тяжело, неприятно, болезненно. Ну, вместе с тем, конечно, это демонстрирует наличие определенных проблем у человека. Ну, в данном случае у вас, к сожалению, да. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать, если смотреть на ситуацию несколько глобально, вам можно ответить. Так, с таким образом. Я, конечно, не знаю, может быть, у вас остались еще вопросы, вот, какие-то. там. Если так, то вы можете их задать, и мы с радостью на них ответим. Вот это, то что. Я могу вам, вот, на данный момент, сказать, на данный момент ответить, то, как я могу вам ответить. Я надеюсь, что только что вам это пойдет на пользу, и вы сможете для себя что-то извлечь из того, что я вам рассказал. Не пытайтесь, самое главное, не пытайтесь человека менять, не пытайтесь человека изменить, не пытайтесь человека переделать. Вот это все, в принципе, достаточно бесполезно. Потому что вызывает это только некую такую агрессию, некую такую болезненность, некое такое сопротивление. И, в итоге, все может закончиться разрывом отношений, к сожалению. Поэтому решать здесь, конечно, исключительно вам, никто за вас решать это не будет, это справедливо. Но я надеюсь, что решение вы примете для себя наиболее корректно. Все, на этом будем заканчиваться. Обращайтесь обязательно за помощью, если вам захочется ее получить, я имею ввиду помощь. Будем рады помочь вам. Я, с своей стороны, желаю вам всего самого доброго, даю удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрыв. Что нужно? Что нужно? Что нужно? Что нужно? Что нужно?